Отдых в Турции и Египте в этом году подорожал вдвое, заявили в Ассоциации туроператоров России. Отели после двух лет пандемии пытаются компенсировать потери, и в результате это приводит к повышению цен. Однако туристов это не останавливает, в том числе и самарских. Если взять недельный тур на двоих из Самары, то это 100 тысяч рублей минимум. Раньше можно было уехать в такой же тур за 50-60 тысяч. Поэтому цены высокие, но те, кто соскучился по отдыху, они по этим ценам едут, отдыхают. Поэтому на данный момент это турецкое направление, Эгейское море и Анталийское побережье, ну и наш юг традиционно, потому что люди хотят море, песок. На российском юге цены остались приблизительно на уровне прошлого года, потому что и тогда они уже были высокими, взлетели из-за ковидных ограничений. При этом россияне все равно стремятся к морю. Самые популярные направления – Сочи, Анапа, Геленджик, Крым в меньшей степени, поскольку все еще закрыт аэропорт в Симферополе. Как отмечают эксперты в сфере туризма, спрос на российские курорты настолько высок, что не хватает мест в отелях. Самая главная проблема – это наличие мест. Люди готовы заплатить, ищем туры, либо все распродано, либо осталось там 2-3 ночи свободные. И даже неделю найти в одном объекте очень сложно. Часто люди покупают несколько дней в одном объекте, несколько дней в другом. Турция – это примерно 5-6 миллионов туристов за сезон. И если мы добавим это количество к переполненным курортам российского юга на данный момент, то вот вы смотрите, куда их селить, и номерного фонда нет. Между тем, с этого месяца в России заработала новая мера поддержки туротрасля – нулевая ставка НДС для гостиниц и ряда других туробъектов. Для уже работающих отелей льготный период применения нулевой ставки действует по 30 июня 2027 года. Для получения льготы отелям в конце третьего квартала этого года необходимо обратиться в налоговые органы соответствующей декларации. Новые отели, которые открылись с начала этого года, в том числе после реконструкции, должны подать заявление в Ростуризм, вступление в специальный реестр, а затем обратиться в налоговые органы. После этого на пять лет ставка НДС будет нулевой. В Ростуризме и в правительстве рассчитывают, что это станет инструментом для поддержания оптимального соотношения цены и качества услуг. Также в июле начали действовать административные штрафы для тех, кто ведет туристическую деятельность нелегально. Если туроператор не включает сведения о турагенте в специальный реестр, если турагенты не включают сведения о субагентах, либо если лицо не включено в специальный реестр турагентов, но несмотря на это осуществляет свою деятельность, вот для всех этих ситуаций теперь будут действовать административные штрафы для должностных лиц от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц от 50 до 100 тысяч рублей. С этого месяца вступили в силу и важные изменения в закон о туристской деятельности. Теперь, чтобы быть гидом-переводчиком или экскурсоводом, нужно обязательно быть гражданином Российской Федерации, пройти аттестацию, быть включенным в специальный реестр. Аттестацию проводит аттестационная комиссия, которая создается органом в сфере туризма в соответствующем регионе. Например, у вас туристический маршрут предусмотрен и на территории Самарской области, и на территории соседних регионов. Ульяновская область, Республика Кататарстан. В этом случае вам в заявлении нужно об этом обязательно сказать, для того, чтобы в вашей аттестации поучаствовали члены аттестационных комиссий этих регионов. Аттестат выдается по общему правилу на 5 лет. Для получения необходимо профильное образование. Но тем, кто работает экскурсоводом больше 5 лет, этого не нужно. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, Сергей Баскин. События.